Здравствуйте, ребята! Тема урока «Познание мира» вкусна и полезна. Цель урока. Определяют полезные и вредные продукты питания, группируют продукты на пирамиде питания, составляют режим питания самостоятельно. Критерии оценивания. Классифицируют продукты питания на группы, распределяют продукты на пирамиде питания, составляют памятку режим питания, выбирают блюда для завтрака, обеда и ужина. Мальчик Руслан заболел и написал письмо. Здравствуйте, друзья! Своё письмо я пишу из больницы. У меня часто болит живот. Я не знаю, почему. Помогите мне! Как вы думаете, как можно помочь Руслану? Расскажите, как правильно нужно питаться, чтобы не заболеть и не попасть в больницу? Помогают людям правильно, вкусно и полезно питаться диетологи. Это эксперты в области питания, дающие советы людям в вопросах, как правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Человек ежедневно употребляет пищу. Она содержит витамины, которые помогают расти и развиваться. Обычно готовят на завтрак кашу, омлет, творог, йогурт. Можно приготовить на обед супы, вторые блюда, салаты. Готовят на ужин суп, рыбу, курицу с овощами. Нужно принимать пищу 4-5 раз в день. По объему порции должны быть умеренные, небольшие. Лучше всего питаться в одно и то же время по расписанию. Итак, на первом месте хлеб и зерновые изделия. В дневном рационе и взрослого, и ребенка хотя бы один раз в день должна быть каша. На втором месте это фрукты и овощи. Ягоды, настоящий кладезь витаминов. Не меньше полезных веществ в облепихе, черноплодной и красной рябине. Овощные и фруктовые соки полезны всем, если их пить за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа после еды. На следующей ступени мясо, рыба, птицы и молочные продукты. Полезные морепродукты. Кальмары, мидии, морская капуста. Молоко очень полезно для растущего организма. На вершине пирамиды здорового питания, соль, сахар и сладости. Как мало им отводится места. Также мало их должно быть и в вашем рационе. Любители сахара получают нарушение обмена веществ, диабет, ожирение и кариес. Вместо сахара, тортов, конфет, лучше употреблять в пищу джемы и фрукты. Помни, прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть. Любая пища бывает полезной и вредной. В Казахстане живут люди разных национальностей. Все мы дружим, ходим друг к другу в гости, угощаем гостей вкусными и полезными национальными блюдами. Ребята, а вы знаете, что в национальной кухне многих народов, населяющих Казахстан, есть блюда с орехами? Орехи – это замечательный дар природы. В них содержится много витаминов, микроэлементов. Откройте учебник на странице 74 и прочитайте вслух. Человеку необходимо правильное питание. Ежедневно нужно употреблять мясо, масло, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Но есть и другая еда, которая наносит вред здоровью человека. Задание 1. Ребята, попробуйте разделить продукты на две группы – полезные и вредные. Дескриптор определяет полезные продукты, определяет вредные продукты, разделяет продукты на две группы. Задание 2. Определите местоположение этих продуктов на пирамиде питания и распределите их на ней. Дескриптор. Рассматривают продукты питания в круге. Выбирают продукты, которые занимают первую ступень, вторую ступень, третью ступень, четвертую ступень пирамиды питания. Располагаю продукты питания на пирамиде. Задание 3. Составить памятку режим питания. Помните, что есть нужно не менее 4-5 раз в день. Дескриптор. Устанавливает время первого приема пищи, устанавливает время второго приема пищи, устанавливает время третьего приема пищи, устанавливает время четвертого приема пищи, устанавливает время пятого приема пищи. Составляет памятку правильный режим питания. Главное в жизни – это здоровье. С детства попробуйте это понять. Главная ценность – это здоровье. Его не купить, но легко потерять. Наши болезни расскажут потом, как мы живем и что мы живем. Спортом тело свое укрепляйте, пищу полезную употребляйте. Все виды орехов полезны для работы мозга. Они улучшают память. Используя данные ссылки, вы сможете посмотреть мультфильм о здоровом питании, выполнить задание, и материал по последней ссылке поможет расширить ваше задание, знание по данной теме. Проверьте, ребята, у вас должно быть выполнено задание 1 – определить местоположение продуктов на пирамиде питания, распределить их на ней. Задание 2 – составить памятку в режим питания. Когда выполните задание, сфотографируйте свою работу и отправьте учителя на проверку. У вас все получится. Удачи!